Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 июня, и своеменинно в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Фёдора, Василия, Константина. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мир от Духи Святого. Сегодня же Святая Церковь совершает память святителя Ефрема, патриарха Антиохийского. Сириец, был военачальником при императорах Анастасии и Иустини. Святой отличался добротой, благочестием и состраданием ко всем несчастным. В 526 году Господь наказал Антиохию за уклонение христиан в Елисе Нестория и Евтихия. Землетрясение уничтожило этот великолепный город. Погибло громадное число жителей. Патриарх Ефрасий был раздавлен обрушившейся колонной. Для восстановления разрушенного города император направил святого Ефрема. Один из рабочих, епископ, который ради совершения безвестных подвигов удалился от епископства, предсказал святому Ефрему избрание на патриарший престол и просил его не оставлять дел милосердия и твердо бороться с еретиками. В 527 году святой Ефрем был избран на патриарший престол. Он твердо и мудро управлял паствой, примером своей жизни, поучениями, посланиями ограждал ее от еретических учений. О силе его веры дает представление следующий случай. Близ Иерополя подвязался столбник, который впал в ересь. Узнав о подвижнике, святой Ефрем пришел к нему и убеждал присоединиться к православной церкви. Столбник не соглашался. Он решил устрашить патриарха и предложил разжечь большой костер, чтобы обоим войти в огонь. Костер был разведен, но столбник не отважился войти в него. Патриарх молил Господа Иисуса Христа показать, у кого правая вера, и, сняв амафор, положил его в костер. Через три часа дрова сгорели, а амафор святителя был вынут неповрежденным. Столбник отрекся от ереси и присоединился к церкви. Святой патриарх Ефрем мирно приставился к Богу в 545 году. В своих трудах святитель Ефрем защищал учения православной церкви о соединении в лице Господа нашего Иисуса Христа двух естеств, божеского и человеческого. Можно показаться странным, что Господь наказывает людей за отступление от веры. Но если рассуждать духовно, то ничего странного в этом нет. Потому что цель жизни человека — это достижение вечной жизни с Богом. Следование определенным путем к определенной цели. Для этого Господь все необходимое совершил. Освободил человека от власти дьявола, дал ему возможность свободы. Через соединение с собою внутри церкви Господь организовал церковь, оставил незаблудное учение, то есть истинное, без заблуждений, как некоторую навигацию. Вероучение церкви, православие — это очень точные карты, следуя по которым человек может достигнуть цели. И сам остался в церкви. Потому что церковь — это тело Христово, которое живет Духом Святым и управляется Богом. Поэтому всякий человек, который осознает себя человеком, чело — устремленная вечность, по-русски говоря, если перевести такое славянское наименование «человеком», он определяется с целью и следует путем православной веры ко спасению. Если человек сбивается с этого пути или живет как будто цель его жизни — это есть, пить и веселиться, то в таком случае смысл его жизни теряется. Не для того Господь создавал человека, чтобы человек стал животным, а потом на этом же процесс деградации не останавливается, потому что свято место пусто не бывает, и душа человека не бывает пустой. И если она не исполнена благодатью Духа Святаго, там поселяются совершенно иные существа, которые делают человека подобным себе. Так что человек начинает совершать вещи, которые… или поступки и действия, которые никакое животное никогда не будет совершать. Ворон ворону глаз не выклюет. И трудно себе представить, чтобы в животном мире представители одного вида они ополчались друг на друга. Но бывают особые периоды, когда защищают свою территорию или свою семью, но и то никто специально не идет войной против своих близких по роду или по виду. А у человека такое происходит, когда ради каких-то целей одни люди начинают убивать других, тем самым уподобляясь существам, которые, как про них сказал Господь, человека-убийцы изначало. Дьявол, ненавидящий Бога, ненавидит и человека, который является образом Божиим. Но в любой вражде всегда начинается с разъединения духовного. Если говорить о том, что происходит на Украине, то при тече этой вражды, конечно же, был раскол церкви, когда возникло несколько разных украинских церквей, автономная украинская церковь отделилась, сформировалась, плюс греко-католическая, ну и раскол в вере, уклонение в ересь, разрыв с истинной верой, уклонение в ложь, неизбежно сказывается и на национальных отношениях, возникает ненависть, возникает притязание, обвинение, осуждение. Ну, а этим уже легко пользуются специалисты, цель которых разделять и властвовать. достигнуть определенного состояния напряжения, воспользоваться этим, ну и завязать гражданскую войну. и преодоление преодоление любой вражды, оно всегда может быть только духовным, только возвращение к вере и к истинной вере, покаяние, осознание себя единым христианским народом. Это возможность и уврачевать те страшные раны, которые сейчас нанесены этому замечательному народу. народу. Поэтому главное дело помощи, которое осуществляется в Русской Православной Церкви, это искренняя, горячая молитва. Молитва за украинский народ, молитва за покаяние, молитва за враждующих. И молитва обязательно должна сопряжена быть с определенным духовным подвигом, когда человек от чего-то отказывается, чего-то себя лишает. Время Петрова поста можно посвятить времени покаяния и особого сосредоточения за братский народ. Ну, потому что нет ничего страшнее ненависти, злобы и братоубийственной розни. С другой стороны, всякая скорбь, в том числе и война, она попускается Богом для смирения. Потому что, когда приходит несчастье, человек волей-неволей начинает вглядываться в свою жизнь, и задавать вопрос, а что я сделал не так? А почему беда пришла в мой дом? И скорбь побуждает человека к покаянию. Все в жизни начинает оцениваться по другой шкале, по шкале своих отношений с Богом, по шкале вечности. дай Бог, чтобы зло было побеждено добром, ненависть, любовью, злоба, покаянием и смирением. Смирением не перед грехом, потому что со злом нельзя смириться. Смирение, как мужественное стояние в истине, в вере. Ну, а мы по мере возможности будем молиться и поддерживать наш братский украинский народ, помогая нам всем Господь. Спасибо.